так перед нами кофе черная карта взял по скидке до 200 рублей он стоил объем 95 граммов черная карта gold почитал я отзывы есть и положительные естественно присутствуют также отрицательные но я скорее всего отношу свой отзыв к последним что мне в этом кофе не понравилось а то что мне кажется на мой взгляд кофе отдает горечью и некой женностью то есть это тот экземпляр который не совсем отталкивает выпить конечно возможно и в принципе наверное он для кого-то нравится но само ощущение не очень хорошее от потребления данного кофе лично для меня я конечно понимаю что растворимый в принципе некоторыми кофеманами не считается за кофе необходимо по-иному его приготовить но тем не менее мы говорим о растворимом кофе и в этом случае данный экземпляр он не очень для меня хорош именно своей некой женностью и горечью который проявляется даже в запахе так про цену я его сказал а еще что мне пора очень крышка дешевая вы знаете она такое ощущение что изготовлена из какого-то тонкого и не очень дорогого пластика да он мягкий по краям но сама крышка дешевая здесь есть некое несоответствие в оформлении в использовании материалов данному кофе на мой взгляд вот допустим баночка без проблем ведь это не просто банка какой-то формы с прямыми допустим краями она имеет некую изогнута есть вроде бы так все нормально хорошо но вот у этого экземпляра амбулаторный тут и какой амбулаторной карты черной карты вот несоответствие банки и крышки и крышка здесь очень такая дешевая какая-то пластик мягкий не очень удобно завинчивать эту крышку не знаю по крайней мере мне так кажется несмотря на то что даже вот здесь выбито черная карта и рисунок солнышко улыбается нам хотя но смотрите и не улыбается ну-ка дайте посмотрю не улыбается черное солнце черное солнце тем не менее кстати почему он не улыбается ну да ладно вот этот запах женности и горечи который также присутствует когда вы пьете ну не очень хорош вот я его нюхаю сейчас пытаюсь себя переубедить может мне кажется но вот этот запах а когда вы его еще дальше не дольше а как бы не просто понюхали вот попытайтесь этот запах идут послевкусие мне уже кажется какой-то рыбной пыльностью знаете как сушки полежат долго в каком-то ящике на даче в банке и печенье вот у него сначала вроде кофе да горький до жженый запах а потом идут какие-то следующие волны не очень хорошие не знаю мне не очень понравилось но по крайней мере есть конечно у него свои почитатели поклонники но данный экземпляр кофе не для меня ладненько мы его убираем в сторонку и сегодня по акции я приобрел другой кофе перед нами экземпляр амбассадор амбассадор премиум кофе благородный насыщенный вкус тоже как у данного экземпляра у черного карта мы видим такие крупные здесь крупного помола субстанции такие фактически как осколки чита как чита это кофе понятно и здесь посмотрите амбассадор премиум кофе и вот сразу для меня отличие у черной карты все такое дешевенькая гнется здесь все-таки такая конструкция из металла я имею ввиду крышку открываем так баночку открыл здесь посмотрите фольга как-то мне нравится когда вот эти края выпирает они может быть как-то и не давали крышки свободно открыться по первости не знаю хотя конечно как не могут мешать но вот это неаккуратность меня вообще раздражает и передергивает надписи на самой фольге нету никаких ну ладно это давайте скроем и заценим его запах запах о запах теперь чувствуется кофе мягкость нет такой резкости сженности но это невозможно даже черную карту после этого занюхивать отличный отличный запах теперь попробуем на вкус ложку с четвертью где-то положил сейчас заценим посмотрим и полторы ложки сахара пока небольшой вот странный вкус не могу свое отношение к нему выразить запах дает одно ожидание вкус не знаю он такой чуть мне кажется не из-за сахара а ну естественно кофе с сахаром получается естественно сладко но не знаю спорный момент по вкусу по ощущениям не знаю для меня пока всех лучше это кофейня на паях московская кофейня на паях кофе арабика там бесспорно все жду когда мы по акциям будет она мне нравится здесь нормально сойдет лучшим черная карта но он тоже сваливается кофе чуть-чуть в горечь не кофейную горечь а горечь именно того что производитель сделал не могу это пояснить выразить словами но что есть то есть и и и и и и Продолжение следует...